всем привет вы на канале сайта как здрасте меня зовут максим и в этом видео мы с вами поверстаем html письмо то видео которое давненько уже вам обещал по крайней мере теле рам канале но так вышло что не смог сделать тогда но вот наконец-то добрался но прежде чем мы начнем важная вещь естественно вы все уже в курсе как работает сейчас у нас youtube и как он возможно перестанет в принципе работать в ближайшее время поэтому очень важное объявление первое это я рекомендую вам подписаться в наш телеграм-чат наше телеграм-сообщество там все анонсы там все какие-то предварительные штуки которые я планирую делать то есть вы все будете знать подписавшись туда там есть специальная конфа есть специальная группа с анонсами то есть там вы будете всегда в курсе всех дел всегда в курсе всех видосов всегда в курсе всего-всего вот там же можно просто пообщаться там же можно просто задать какие-то вопросы и вам ответят и так далее так далее это первое второе это аналоги сейчас мой канал представлен в вк есть специальная группа также называется как и канал собственно говоря здесь есть видосы не все до конца здесь есть видосов наверно так 5-7 не хватает здесь то есть не совсем актуально но тем не менее группа есть все видосы есть вы можете зайти в видео и посмотреть все что вам нужно здесь все работает здесь все есть я бы в ближайшее время обновлю все эти видосы они обязательно все появятся то есть все последние видео которые есть на ютубе здесь тоже будут вот так что можно пользоваться этим и также есть площадка называется платформа новая площадка буквально не недавно вышла и собственно говоря вот она тоже есть на ней тоже канал представлен однако здесь поскольку площадка новая происходит импорт постепенно из ютуба на этот сайт соответственно на что я не могу повлиять это собственно делает сама платформа своими средствами то есть со временем здесь все видосы тоже появятся потихоньку пока что их 36 но они потихоньку обрабатываются появятся здесь в общем то все которые были до этого и соответственно новый тоже будет появляться поэтому можете подписаться сюда это вот такие аналоги которые действительно могут помочь нам остаться на связи если действительно с этим что случится но и опять же лично мне уже сложновато смотреть youtube с той скоростью которая есть сейчас поэтому я бы рекомендовал подписаться на какой-то из этих ресурсов и обязательно на телегу телега это самое главное потому что там собственно говоря все выходит все анонсы все новости и так далее итак теперь давайте приступать к теме нашего ролика это собственно говоря вверхска html писем давайте я открою фигму сейчас и собственно покажу вам что мы вообще будем делать мы будем делать небольшое письмо но в принципе большое нам и не нужно нам нужно лишь понять процесс это видео будет довольно похоже на то что было в двадцать втором году но все же немножко вот отличаться и все же я считаю что обновить контент всегда полезно вот такой простец когда вам письмо с текстом картинками и так далее мы сделаем вот собственно говоря так чтобы она работала во всех клиентах и будем это проверять естественно на аутлуке как на самом скажем так плохом клиенте вот и сделаем так чтобы все работало как надо в общем то давайте приступать и прежде чем перейти к верстке есть еще конечно же определенные правила я их всегда в видосах напоминаю и естественно напомню еще раз это такие основные правила того как работать с письмами давайте пройдемся ну пусть не по всем а хотя по самым таким основным собственно говоря первое это использовать его стиль и табличную верстку мы не можем просто этого не сделать мы будем писать иногда возможности или в теги style но потом в процессе уже отправки письма куда-то там на почту мы все равно будем эти стиль инлайнить то есть они автоматически будут переходить в теги сами поэтому и власти этого используйте шима это будет везде где возможно то то есть если можно использовать какой-то атрибут который центре будет элемент то есть и line центр да ты будь такой старый есть лучше использовать его чем использовать текст ало это будет надежнее вот мобильной версии 600 пикселей как правило не 600 пикселей точнее то есть у вас десктоп версия письма обычно 600 пикселей мобилка все что ниже стараться без меня запросов здесь это очень сложно сделать но возможно посмотрим тоже этот момент вот яндекс не поддерживает еще какие-то клиенты тоже не поддерживает точно не помню аутлук может могут привести специальные комментарии это так называемые фантомные таблицы мы по ним еще поговорим вот что еще есть нет не загружает аутлукник из фотографии это тоже надо понимать это тоже мы увидим когда будем тестировать вот веб-шрифты только безопасные то есть нужно использовать только шрифты которые существуют во всех системах например times new roman например ariel и так далее так далее вот это наверное самое основное здесь есть конечно еще всякие вещи типа целпэдинг целспейсинг в ноль нужно установить и так далее но это все-таки довольно мелкие вещи в общем то вы сможете это почитать более детально в соответственно в описании к этому ролику и еще последнее на этот раз действительно если вы хотите научиться этому более детально более профессионально то у меня есть платный курс он называется вверх с каждым им писем здесь я разбираю в общем то все эти правила по порядку здесь я верстаю своим письмо вы сможете посмотреть как я это делаю что я делаю конкретно здесь не только видео здесь есть и текстовая часть давайте зайдем на сам курс собственно говоря здесь есть и текстовая часть в том числе давайте зайдем если я зайду так не пускает на собственно же курс вот собственно говоря давайте перейдем вот например в третий модуль и вот здесь у нас есть и текстовая часть что очень удобно сможете прочитать если что-то вот забыли да друг есть и видео часть которая в ней по сути то же самое что в тексте но просто еще и в виде видео и разделено все на уроки мы ставим по секционно по блочно отдельно уроки есть под сложные моменты вот как создавать кнопку и так далее так далее такой большой полноценный курс на несколько часов в котором вы сможете собственно говоря изучить верстку более детально чем даже на этом видео сейчас есть небольшая скидка две с половиной тысячи это все стоит до 7 августа в общем-то сможете мне написать в личное сообщение по кнопочке перейдете если вас это интересует ну все теперь уже точно начинаем не сдерживаемся итак поехали и сейчас мы быстренько бегло придемся по стартовому шаблону у вас будет лежать файлик индекс старт он собственно стартовый и индекс который мы будем верстать он сейчас точно такой же как индекс старт вот давайте мы нажмем open with live сервер откроем все это дело в браузере вот наша пустая страница и пройдемся потому что здесь есть здесь немного всего на самом деле да казалось бы 150 строк но на самом деле ничего сложного итак поехали первое это доктайп доктайп специальной версии это не доктайп по html который обычно у вас есть да который соответствует пятой версии html это специальный так скажем так старый доктайп он нужен для того чтобы корректно работало письмо логично и чтобы корректно работал валидатор относительно этого письма потому что мы будем верстать используя старые вещи тот же атрибут align который уже не поддерживается скажем так ну точнее он будет работать но он не совсем разрешен потому как устарел вот а поскольку мы будем использовать именно вот этот доктайп у нас все будет хорошо далее у нас есть тэг html у которого есть xmlns xmlns v и xmlso это специальные атрибуты которые позволяют включить в письме поддержку такого языка как vml это язык векторной разметки нам он в этом видео не пригодится но если будете записываться на курс вы поймете для чего нужен там есть в общем есть некие вещи которые без языка векторной разметки не сделать например сделать фоновое изображение в письме его возможно сделать только с помощью языка векторной разметки по-другому невозможно и поэтому мы вот эту поддержку здесь включаем далее стандартная кодировка http и кив для и эджа и собственно випор здесь все по-старому тег тайтл тоже по-старому мета теги на изменение цветовой схемы сейчас нас не интересует они закомментированы дальше идет style здесь подключение шрифта из гугла кстати у нас в письме шрифт насколько я помню сейчас вердана то есть принципе встроенный поэтому мы эту строчку можем закомментировать она нам не нужна вот но вообще если хотите подключить шрифты какие-то извне да то это можно делать только с помощью каких-то вот сервисов типа google дальше стиле сбросов здесь сброса сбрасываются всякие бордеры марджин и паддинги у таблицы и паддинги у тдшки паддинги у ссылок в outlook сбрасываются стиле потом идут меня запросы нас пока не очень интересует но здесь просто заранее прописаны запросы для того как верстаю именно я то есть у меня допустим есть блок двухколоночный и я знаю что я буду адаптивить его всегда одинаково поэтому я прописываю для него стиле трехколоночный и так далее тоже здесь прописаны для удобства давайте перейдем в пробег далее есть стили для темной темы это собственно когда мы комментируем вот эту вещь мы можем раскомментировать и вот эту вещь и тогда письмо у нас сразу применит в этой стиле и уже там бэкграунд у этих элементов станет вот таким в общем-то пока нас тоже не интересует дальше есть еще такая вещь собственно как условные комментарии или фантомные таблицы как я уже говорил вот мы к ним пришли первая из них вот она она собственно выглядит как что мы открываем комментарии обычного html да прописываем какой-то код закрываем комментарии что здесь вообще происходит здесь мы указываем условия что если вы находимся в аутлуке да здесь по моему это до 16 версии то есть этот песен 2016 включительно то тогда мы будем применять этот код то есть этот код сработает только в аутлуках только там потому что он там нужен в данном случае здесь мы прописываем борода коллапс коллапс important для того чтобы это работало во всех аутлуках вы можете подумать зачем ведь мы возможно там раньше что-то прописывали мы прописывали здесь целых пейдинг паддинг до убирали бордер спейсинг зачем это нужно но поверьте дворская писем такая тема что лучше перестраховаться и прописать еще раз поэтому лучше писать далее следующий условный комментарий это комментарии тоже которая будет работать только вот луки и он нужен для одной простой вещи для того чтобы когда у вас в системе не сто процентов масштаб чтобы письма отображалась корректно то есть что как это будет выглядеть у меня сейчас в системе стоит 200 процентов фото то это 4к разрешение 200 процентов то есть по сути вы вы видите сейчас тысячи детства на 1080 потому что и 200 процентов если поставлю 100 процентов вы увидите вот это это будет слишком мелко поэтому собственно из-за видосов из-за того что я записываю видео я ставлю 10 процентов ну хотя и мне самому тоже удобно вот когда стоит 200 процентов и вы открываете письмо в отлуке которая не предназначена для этого у вас просто увеличится все шрифты увеличится картинка увеличится вообще все будет огромное и, собственно, письмо сломается при этом. И вот эта запись, она позволяет, соответственно, вот эту проблемку исправить. Собственно, для этого она ее нужна. И дальше пошел, наконец-то, код body, то есть код нашего письма непосредственно того, что у нас здесь будет. Что здесь внутри? Tag body. У него тоже сбросы. Обратите внимание на margin 0. Это очень важно, потому что именно margin 0, именно с большой буквы, будет работать правильно, корректно в Outlook. Именно с большой буквы. То есть это не просто так написано, это специально. Есть какой-то бэкграунд, на самом деле он не важен. Можете поставить любой, а он здесь просто для красоты, на самом деле. Дальше стили, которые задаются тоже для body, именно с оппортантом. И стили, которые задаются для body и элементов таблицы в плане шрифта. Здесь важный момент. Это сделано тоже намеренно. Если посмотрим чуть дальше, у нас есть уже определение шрифта вот здесь, Enter. Мы давайте заменим это на Verdana, потому что у нас Verdana в нашем письме будет. Но почему это сделано? Потому что мы не сможем подключить шрифты в Outlook. И мы не пытаемся это сделать. Мы сделаем что? В обычном письме, в обычных клиентах, мы укажем здесь, допустим, Enter, или там Montserrat, любой шрифт, который у вас там будет. А вот здесь мы указываем sans-serif. То есть мы даже не пытаемся подключить этот шрифт. Мы сразу говорим, вот sans-serif, пожалуйста, нам подключись. И даже не пытайся вот сюда вообще заглядывать. Но в данном случае у нас Verdana. Мы можем, в принципе, Verdana здесь прописать сразу. Вот. Хорошо. Дальше тег-центр. Это тег, который центрирует по центру наше письмо. Центрирует по центру, да, звучит странно. В общем, размещает наше письмо по центру. Вот. Это обязательно, чтобы наше письмо было всегда по центру. Здесь падденьги сверху-снизу, чтобы у нас письмо не прилипало к краям, собственно, браузера или клиента. Не важно. Очень важное свойство TableAoutFixit, который нам позволит задавать размеры конкретные нашим ячейкам и так далее. А это нам нужно, чтобы правильно сделать письмо по макету. Вот. То есть изначально у нас таблица работает как, скажем так, адаптивная. То есть если мы сделали две колонки, они автоматически по 50% считаются. Но с помощью TableAoutFixit мы сможем четко задавать им свои размеры в пикселях, которые мы захотим. А это важно. Дальше есть Preheader. Preheader – это важная штука, которая появляется в почтовом клиенте у нас. Давайте попробую показать. Сейчас попробую найти, чтобы вам не засветить ничего лишнего, но при этом показать. А вот смотрите, допустим, у нас есть письмо, которое мне приходило. И вот этот текст – это, по сути, заголовок и в том числе Preheader этого письма. То есть если вы зайдете в входящий, у вас будет там написана вот эта вот запись, собственно говоря, и это и есть Preheader. То есть это, грубо говоря, что? Ну, какое-то, скажем так, рекламное предложение. Да, вы можете спокойно прописать здесь любой свой текст, и этот текст появится у клиента в списке писем. Да, он появится. Допустим, вы делаете письмо там для продажи каких-нибудь, не знаю, там, ноутбуков. Вы можете здесь написать новая акция, там, ноутбуки со скидкой 30%. И это отобразится у пользователя в, собственно говоря, в строке вот этого, когда у вас все письма есть. Вот. И далее есть вот такая вот большая структура. Да, здесь еще вот Preheader, давайте повторю. Здесь очень много стилей, которые его всячески скрывают. Да, и font-size 0, и line-height 1 пиксель, и display none, и max-wiss, и так далее. Все это сделано так, чтобы железно во всех почтовых клиентах, он не виден был визуально, но он будет виден, поскольку он находится в самом начале письма, самый первый текст, он будет виден именно как вот Preheader, как тема письма, грубо говоря. Вот. Ну и, собственно, что у нас здесь? Здесь у нас идет непосредственно то, чем мы будем заниматься очень часто. Это фантомная таблица, в ней еще таблица, и фантомная таблица закрывается. То есть смотрите, как это работает. У нас есть табличка, у нее ширина 600 пикселей. Дальше идет tr, td, дальше внутри этой td-шки таблица, потом td закрывается, tr закрывается, table закрывается. Нужно это воспринимать именно вот так. Но важный момент, поскольку это прописано внутри условных комментариев, вот этот код и вот этот код сработает только в Outlook. Это нужно специально, потому что в Outlook не знает, что такое max-wiss, что такое процент, и он особо в этом не разбирается, скажем так. Ему важно задавать четкие значения. Четкие значения в пикселях. Поэтому мы это и делаем. Мы говорим, что вот в Outlook, пожалуйста, сделай нам табличку, ровно 600, без всяких там приколов и так далее. А обычная таблица, которая будет ображаться везде, кроме Outlook, имеет max-wiss 600. То есть она как раз таки будет сжиматься, все будет плавненько, все будет работать адаптивно. Да, какой-то странный звук, но ладно. Вот, в общем-то, вот так это и будет работать. То есть это будет работать, то есть в Outlook это будет не адаптивно, как и должно быть, а не в Outlook это будет адаптивно, благодаря вот этим вот свойствам max-wiss 600 и вы 100%. Вот. Также у табличек есть важные атрибуты. Вот эти вот четыре атрибута, которые будут у всех абсолютно на нашей таблице. Это border 0, чтобы не было бордеров, логично. Cell padding 0, чтобы сбросить всякие там отступы внутри таблицы. Cell spacing 0, чтобы тоже убрать всякие отступы внутри таблицы. И role presentation. Что такое role presentation, для чего мы его используем? Role presentation, он, как вы понимаете, будет работать тоже не везде, потому что доступность не сразу появилась. Но, тем не менее, это важная вещь. Для чего? Для того, чтобы дать понять клиентам, браузеру и так далее, что мы вообще подразумеваем под контентом, который мы используем. По умолчанию таблички это данные. То есть данные какие-то, данные там о чемпионатах по футболу, еще какие-то данные. В общем, просто набор данных. И чтобы наши клиенты воспринимали наше письмо не как набор данных, а как, ну скажем так, мини-сайт, мы используем role presentation и говорим, что здесь у нас будет именно такая вот презентационная роль. То есть мы будем использовать этот код не как данные, а как такой реально действительно мини-сайт. Поэтому role presentation нужно использовать. Более детально, опять же, я это все разбираю на курсе. Можете, если хотите, можете, собственно говоря, записаться. Здесь также дублируется background, также дублируется margin 0 по 1.0, то есть мы все сбрасываем и, собственно, указываем шрифт. Это тоже важный момент. Ну и, наконец, внутри мы можем писать наш код письма. Давайте к этому приступать. Посмотрим в макет. И начнем. И все мы будем делить поблочно. Ну, типа вот первый блок, второй блок, это вот большой третий блок, четвертый блок, пятый, ну вот примерно так это будет работать. Итак, давайте приступать. Что у нас здесь? У нас в первом блоке есть изображение, то есть просто логотип. Как мы будем верстать вообще логотип в письмах? Что мы будем делать? Мы, поскольку находимся сейчас в табличке, мы должны сделать стандартную разметку таблицы. То есть сделать TR, TD и так далее. Итак, мы делаем TR, делаем TD. Здесь давайте мы напишем, что это у нас будет лого, секшн. И давайте добавим комментарий внизу. And logo section. Это очень удобно, когда вы верстаете большое письмо, где много секций, вы просто будете сразу понимать, где вы находитесь, в каком вы находитесь в моменте. И обычно секции, то есть блоки в письме всегда представлены таблицами. То есть там мы сделали строку, то есть реально показали, что в общей таблице будет строка. И дальше мы пишем таблицу уже внутри. Table. Сразу можем, опять же, задублировать вот эти свойства. Они всегда нам нужны. И внутри. Что еще нам нужно будет? Нужно будет растянуть таблицу на 100%, вы 100% здесь поставить. Опять же, обращаемся к тому, что мы максимально стараемся сделать код атрибутами, а не стилями. Вот. Ну и здесь мы пишем, что снова tr, снова td. И уже вот этой td мы будем прописывать наш логотип. Что здесь будет за логотип? Ну, это будет ссылка. Стандартная ссылка. HF у нас пусть будет куда-нибудь на Яндекс, точнее, я.ру. Это нам не важно. Будет target blank для того, чтобы наша ссылка открывалась в новом окне. И очень важный атрибут еще есть rel.noopioner. Что делает этот rel? Он запрещает браузеру обращаться к предыдущей странице. То есть, как это работает? Если не написать rel и перейти по этой ссылке на какую-то новую страницу, вы сможете с помощью window.opener в консоли получить доступ к той странице, с которой вы перешли. Это не очень безопасно. То есть, понятно, что там не все будет доступно, но все равно какие-то моменты будут доступны. И чтобы запретить вот этот переход, чтобы обезопасить наше письмо, так скажем, мы подпишем rel.noopener, и тогда, когда мы переходим на новую страницу, мы предыдущей странице доступа уже не имеем. Поэтому это, в общем-то, важно указывать у всех ссылок. В принципе, вот эти три атрибута, они указываются абсолютно у всех ссылок, потому что везде нужно переходить в новые вкладки из письма куда-то. Везде нужен noopener для этого, собственно говоря. Ну и HF нужен логично, чтобы указать, куда мы вообще переходим. Дальше у нас будет TKMG. У TKMG обязательно, поскольку он не парный, мы указываем слэш в конце. Лучше это делать так, по старому, так скажем, формату. И очень важно обязательно указывать alt, то есть описание. Ну у нас здесь что, мильяло какая-то, да? Давайте укажем мильяло logo. Вот, это мы указали. Дальше у картинок обязательно указывать border 0 и размер изображения, то есть ширину. Ширина по макету у нас сейчас 150 пикселей. Для чего нужна ширина? Чтобы четко указать, какой будет размер у элемента. Тем более, что мы будем не просто брать изображение из макета, мы будем брать его в формате 2х, то есть в двойном. Вот у нас как раз здесь 2х прописано. Почему так? Потому что нам очень важно, чтобы наше письмо отображалось корректно, отображалось правильно и отображалось обязательно четко везде. И если мы с 4К монитора зайдем на такое письмо, у нас изображение будет нечетким, если не сделать 2х. Вот, но если мы сделаем 2х, соответственно, у нас будет ширина не 150, а 300, письмо поедет. Чтобы оно не ехало, мы задаем явно ему ширину 150. Итак, мы забираем картинку. Давайте сейчас это все положим вот сюда в папочку. Эта папка нам, по сути, не пригодится. Я это складываю, по сути, для вас, чтобы у вас это было. Но поскольку наше письмо будет находиться, скажем так, в интернете, и мы не можем никак к нему папку приложить, то есть вместе с папкой письмо отправлять мы не можем, нам нужно изображение где-то хранить в интернете, где-то в сторонних ресурсах. И самый простой вариант, который я нашел в свое время, это файлообменник, который называется imgb. Это никакая не реклама, он абсолютно бесплатен, просто обычный файлообменник. Да, здесь есть какие-то платные вещи, но, по сути, я никогда не платил за него, поэтому и не думаю, что вам нужно. Можете использовать все, что угодно, что хотите, но просто я нашел этот вариант как самый простой. Итак, давайте мы создадим здесь. Загрузим. Так, а давайте посмотрим вот сюда. Альбомы. Ты есть альбомы для, собственно, курса для писем. Давайте создадим альбом, назовем его Milyala. Публичный альбом, да, сохраняем. Вот, и вот сюда давайте в альбом все это загрузим. Вы это сможете сделать тоже, когда здесь войдете в профиль. Можете создать любой профиль, это неважно. Вот, ну и, соответственно, загружаем изображение. Давайте перейдем тоже в эту папку здесь, в IMG, и логотип наш загрузим. Загружаем. Никогда не удалять, это очень важно поставить здесь. Альбом публичный тоже, чтобы он всегда был виден. Ну и нажимаем загрузка. Наше изображение загружается. И здесь очень важно поставить не просто ссылку на просмотр, а здесь у нас должна быть прямая ссылка. Вот. Нажимаем копировать и вставляем вот сюда нашу ссылку. Все, мы получаем ссылку на изображение. Оно, собственно, останется на этом сайте, и мы сможем его использовать. Отлично. Давайте сохраним. И посмотрим, что у нас сейчас происходит. У нас происходит вот такая история. То есть, в принципе, логотип появился. Понятно, что он пока выглядит не так, как в макете, но, тем не менее, он есть. Чтобы довести до ума, нам нужно написать некоторые вещи для родителя этой ссылки, для TD-шки. Запомните, что в основном атрибут align мы указываем TD-шкам. Align. Центр. Чтобы сделать все по центру. И также в письмах не очень принято использовать маржины, потому что маржины частенько выпадают в том же Outlook'е и работают некорректно, поэтому мы будем использовать паддинги. Чтобы сделать отступы между элементами, мы будем использовать паддинги. Поэтому здесь мы пишем style, паддинг. И паддинг, давайте посмотрим, что у нас вообще в макете там происходит. Так, 20 и 32. В принципе, мы можем написать таким образом паддинг. 20 пикселей, 0, 32 пикселя, 0. Сохраняем. И теперь вот у нас это выглядит вот так. Все по центру. Отступ правильный, отступ снизу тоже правильный. В принципе, первая секция, секция непосредственно касающаяся логотипа, закончена. Можем переходить дальше. И здесь что мы сделаем? Давайте посмотрим наше письмо. Наверное, мы в одну секцию запишем этот текст, как общий заголовок какой-то, да? И этот текст, то есть сделаем все в одном блоке. Давайте, наверное, так. Один блок, вот у нас этот блок. То есть мы прямо в нем создаем новую строку, новую тдшку. И в этой тдшке мы пишем тег h1, пусть это будет. И возьмем этот текст. Важный нюанс также для текста. Лучше всего его типографить. То есть заходите на сайт Типограф, Артемия Лебедева, и вставляете текст, нажимаете от Типографии. В данном случае ничего не произошло, потому что текст не нуждается в типографке, скажем так. Но частенько он будет сюда добавлять всякие там NBSP, всякие там другие атрибуты. Это очень важно, чтобы текст правильно и корректно отображался в любом устройстве, в любой системе, на любой ширине и так далее. Поэтому лучше это указывать. Хорошо, указали. Здесь нам нужно будет сделать тоже некоторые вещи. А именно, здесь нужно будет поставить также AlignCenter. И нужно будет поставить паддинги. Давайте посмотрим на элемент. Смотрите, то, что мы сделали в AlignCenter, это, конечно, хорошо, но есть проблема в том, что у нас наш элемент все равно будет растянут на 100% письма, естественно, и как будто бы не по центру. Мы зададим ему явно, вот здесь у нас отступ 120 пикселей. Я, пожалуй, задам его чуть поменьше. Задам пикселей 100, просто для того, чтобы наш текст сжался так, как он выглядит в макете. То есть это будет что у нас? Это будет у нас 0, 100 пикселей. Потом отступ снизу. Давайте посмотрим, какой у нас тут. 24. 24 пикселя, 100 пикселей. То есть мы сверху взяли 0, по бокам по 100 и снизу 24. И сюда же я добавлю специальный класс. Я его назвал MobileCallPadding. Что это за класс? Это класс, который у меня заранее прописан уже в стилях. Вот он. Видите, что происходит? Когда я перехожу на устройство ниже 600 пикселей, у меня просто padding сбрасывается через Important на 0. То есть я просто эти 100 пикселей сброшу на 0 в нужный момент, когда мне это нужно, потому что тогда уже не нужен будет этот большой отступ. Хорошо. Мы сделали h1. Мы сделали здесь внутри все. Теперь давайте пишем стили сюда. Нам сразу нужен margin 0. сбросить все отступы у заголовков, которые есть по умолчанию. И нам нужен стиль из макета. Здесь я воспользуюсь своим плагином. Плагин Inspect Styles. Если еще про него не знаете, обязательно посмотрите видео на канале. Хороший плагин, на мой взгляд, который позволяет работать с кодом, как раньше, то есть без использования всяких там дефмодов и так далее. И мы смотрим, что у нас здесь. Font Weight есть и здесь Font Size. Я не указываю здесь цвет текста. Не буду, наверное, указывать. Мы просто его укажем выше. Где у нас тут? Давайте найдем устройство Color. Color, 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 Color. Так, где он у нас указан? Наверное, вот здесь можем указать, как 0, 0, 0. И еще где-то у нас тут был Color. 100% был. Это у нас темная тема. Это не важно. Тут Background Color. Вот, видимо, вот здесь. Вот, да. 0, 0, 0, 0. У нас, по сути, везде будет черный цвет текста, поэтому я здесь его указывать не буду. Ну, и здесь укажу Font Weight 400, Font Size 24. Как видите, я указываю все в атрибутах, прямо здесь. Сохраняем. Смотрим наше письмо. И да, действительно, это выглядит, как в Макете. В принципе, все довольно-таки похоже. Перенос текста тоже правильный. То есть, в принципе, все у нас хорошо. Окей. Идем дальше. Следующая ТРК, следующая ТДшка. И здесь у нас будет тег P, в который мы вставим, собственно, текст следующий. Вот этот вот. Также его обязательно прогоняем через типограф. Вот здесь он тоже ничего не добавил, не посчитал нужным. Ну, доверимся ему. Вставляем текст. Здесь снова мы будем оказывать Line Center. И снова будем оказывать Padding. На этот раз надо посмотреть, что у нас здесь в макете. Здесь нам нужны уже отступы побольше, потому что у нас, собственно, здесь и элемент чуть-чуть уже. Поэтому мы здесь укажем явно. Да, то есть я указал Padding, не указал, ставил. Padding. 0, 120 пикселей, 0, 120 пикселей. Ну и также сюда укажем класс Mobile Crawl Padding. Он нам тоже здесь абсолютно точно пригодится. Отлично. Ну и стили сюда. Также сразу Margin 0. В принципе, у всех элементов, типа заголовки, параграфы, списки, все это указывается как Margin 0. Идем в макет. И смотрим, что у нас здесь. Давайте скопируем все. Ставим сюда вот так явно и просто поправим. Вот так. Вот так. Текст Line Center нам не нужен, потому что у нас есть и Line Center. Ну и цвет тоже указываем. Вот. Вроде бы все. Сохраняемся. И смотрим. Да, да. Все у нас есть. Все у нас выглядит. В принципе, как по макету, действительно так же все выглядит. Отлично. Почему я не указал отстоп вот этот вниз? Хотя, казалось бы, здесь оказывалось, здесь нет. Я сейчас объясню, когда мы перейдем к этой секции, здесь очень важный нюанс, который, собственно, нам нужно будет учесть. Так. Мы закончили первый вот этот большой блок. И мы должны из него выйти. Мы из него выходим. Просто вот так закрываем. Давайте здесь уберем лишнее. И, по сути, скопируем этот блок полностью. Назовем это дело TwoColumnsSection. То есть две колонки, чтобы мы просто понимали. Вот. Содержимое пока удалим. Нам важно то, что будет вот здесь внутри. Отлично. Это и будет наше продолжение. Что у нас здесь происходит и как мы будем это делать в дексте. И почему я вот здесь отстоп не задал. Смотрите. Что и вообще, и как я думаю сделать. И как будет правильно сделать. У нас есть три элемента. Одинаковые все, да. У нас просто меняется контент. Ну, по сути, только картинка меняется. Нам нужно сделать так, чтобы эти колонки не просто расположились в ряд, как вот здесь, да. То есть как колонки. Ну, да. То есть эта колонка расположилась рядом с вот этой. Нужно, чтобы это еще и опустилось друг по другу. То есть чтобы вот этот текст, у нас здесь есть, да. То есть это чтобы произошло вот так, в момент, когда мы перейдем на мобильное разрешение. Само. Само, без медиазапросов. Это очень важно. Как это сделать вообще? Мы это будем делать с помощью дисплей-эйлайн-блока. И просто в момент, когда у нас контент будет, когда контент у нас будет не помещаться в строку, он у нас перенесется. Ну, а, соответственно, там, где это невозможно, у нас будет таблица. Ну, в общем-то, вы все поймете. Но почему я не задал паддинг? Все потому, что задача наша сейчас сделать колонки максимально одинаковыми по размеру, по отступу. Что это означает? Вот смотрите, у нас отступ 39 здесь, 39 здесь. При этом отступ между ними 23. Ну, давайте считать там 20. Давайте считать, да. Давайте уравнять, что здесь будет 38, здесь тоже будет 38, а здесь будет 20. Вот. Что мы будем делать с этим? Мы должны сделать так, чтобы вот эта вот область и вот эта область были одинаковые по размеру, по ширине. То есть, по сути, что мы сделаем? Мы возьмем вот здесь 10 пикселей. Почему 10? Потому что между ними 20. То есть мы берем 10 пикселей здесь, 10 пикселей здесь. Поскольку между ними у нас 24, мы тоже должны это уравнять. Мы берем 12 здесь, 12 здесь. Получается, что... Ну да, мы, в принципе, могли вот здесь поставить отступ снизу 12, на самом деле. Давайте добавим. Это, собственно, нам нужно вот сюда указать 12 пикселей. Вот. То есть, по сути, вот у нас ширина 250-250, но мы сделаем оба по 270. И получается, у нас будет... Ну, давайте покажу примерно, как это схематически будет выглядеть. То есть мы сделаем блоки примерно, давайте вот так, схематически. Не вот те, как они сейчас выглядят, а примерно вот такие. То есть чуть-чуть шире. Так, давайте вот это подвинем. Они будут вплотную, без отступа. И примерно вот такие. И одинаковые по ширине. В данном случае 270 и 270. То есть вот этот паддинг здесь будет 10, здесь будет 10, здесь тоже будет 10, и здесь тоже будет 10. И, соответственно, для этих элементов снизу-сверху тоже будет паддинг делиться на 2. В данном случае будет 12. Вот примерно так это будет работать. И тогда, когда у нас, соответственно, произойдет слом, у нас все станет ровно по центру, потому что отступы везде одинаковые. Что здесь 10, что здесь 10, что здесь 12, что здесь 12. Все станет автоматически ровно. Вот этого нам и нужно добиться. Что мы будем делать внутри? Мы должны здесь не только правильно сделать это дело для всех нам известных клиентов, типа там Gmail, Яндекса и так далее, но, конечно же, для Outlook. И поэтому здесь будет немножко сложноватая, на первый взгляд, структура из обычной таблицы и из фантомных таблиц, то есть из условных комментариев. Сначала напишем вот здесь для TD первые стили. Что мы здесь напишем? Мы здесь напишем Align Center, чтобы все равнить по центру. Напишем Style. Паддинг. Итак, я вам уже сказал, что мы сделаем здесь отступы по 38, а не 39, немножко, чтобы было место. Но поскольку мы берем по 10 пикселей с каждой стороны, с каждой колонки, мы сделаем здесь 28. То есть мы по 10 украли слева, по 10 украли справа. И также напишем здесь Font Size 0. Если вы когда-нибудь перестали с использования Display inline-блока, вы знаете, что появляется между этими строчными блочными элементами пространство, так называемые фантомные отступы, и они решаются с помощью Font Size 0, поэтому здесь он указан. Ну и класс. Здесь будет класс Mobile. Не просто Call Padding, а именно Padding. И также еще будет класс, называется Two Columns. Для чего это нужно? Это опять же класс, который я придумал в процессе того, как сам пытался сделать колонки. И что будет здесь происходить? Просто на самом деле паддинги сбросятся до минимальных, а когда мы перейдем уже на мобильное разрешение, у нас колонка просто встанет 100%. То есть вот эта ширина 270, которую мы определили, встанет 100%, просто растянется наш блок. Вот и все. Для этого, собственно, и используются данные классы. Отлично. Что будет здесь? Здесь у нас будет, соответственно, наша табличка. Давайте возьмем вот этот код. Ставим сюда. То есть у нас здесь будет открываться таблица. Здесь у нас будет 100% ширины. Align Center, Border 0. Вот это все у нас будет. Открывается табличка, открывается ТРК, открывается ТДшка. Это также важно еще потому, что мы будем использовать внутри таблицы. То есть вот сейчас в ТДшке будет сразу таблица, и рядом с ней еще таблица. Обычно так, конечно, не делают. Обычно делается по ячейкам. Собственно, поэтому ячейка здесь открывается. Итак, будет Table. Давайте сразу скопируем все вот эти вещи, которые нам здесь нужны. Вот эти все стандартные для всех таблиц, напоминаю. Они не меняются абсолютно. И здесь будет класс. Column. То есть колонка. Вот опять же обращаемся с стилем выше. Для чего это нужно? Для того, чтобы колонки задать 100%. Вот он, колон. И IMG внутри колонки тоже задать. Ну, то есть здесь все довольно просто. Это будет наша колонка. Отлично. Что у нас будет дальше внутри? Дальше будут еще некоторые стили. Да, Style. Первый стиль, который нам нужен, это Vertical Align. Как видите, у нас этот текст с равными отступами находится как бы посерединке, по вертикали, относительно на изображение. Значит, мы можем использовать здесь спокойно Vertical Align Middle. Сделать по центру. Именно с точки зрения вертикали. Сделаем здесь Width 100%. Max Width 270 пикселей, которые мы обсудили. И Display Inline Block. Какая-то ошибка. Видимо, где-то я... А, это, наверное... Да, это потому что здесь нету Max. Давайте, наверное, это делаем так. Вернем назад. Max Width. Вот. Вот так это будет выглядеть. Хорошо. Дальше идет TR-ка. Да, то есть TR-ка. TD-шка. TD-шка — это, собственно, уже внутренний элемент, которым будет наш контент. Здесь мы также укажем класс Mobile Call Padding. И здесь мы должны указать стили. Отступы наши. Style. Padding. И вот здесь как раз-таки мы приходим к тому, что у нас... Здесь будет 12, здесь будет 12 у этого элемента. А здесь будет там 10-10. Да, соответственно... Или давайте ближе сделаем к макету, что ли. Мы вот здесь оставим 28. А здесь тогда укажем сверху, снизу 12, а по бокам 11. Тогда мы будем вот здесь попадать в 39, а здесь попадем в 22. То есть будет не 23, а 22. Ну, тоже нормально. Тогда получается паддинг. 12 пикселей, 11 пикселей, 12 пикселей, 11 пикселей. Вот так. Есть. И внутри будет таблица, которая уже внутри себя будет содержать сам контент. В данном случае это у нас будет изображение. Вставляем сюда все эти стили. Трк. Тдшка. И, наконец-то, АМГ. АМГ не забываем здесь поставить обязательно слэш закрывающий. Вот. АЛЬТ. Что у нас будет в АЛЬТЕ. Что это наушники какие-то, да. То есть это будет HEAD PHONES. И ширина у нас будет здесь по макету 250 пикселей. Отлично. И... А, еще, конечно же, БОРДЕР 0. Не забываем для всех изображений абсолютно БОРДЕР 0. И достаем это изображение в 2Х формате. Пусть это будет просто 1. 1. И идем обратно в наше МГББ. Идем в АЛЬБОМЫ. Идем в наш АЛЬБОМ МИЛЬЯЛА. И здесь ЗАГРУЗИТЬ В АЛЬБОМ. Нажимаем и загружаем наше изображение. Публично никогда не нужно. Загружаем. Прямая ссылка. Копируем. И наше изображение готово. Сейчас, после этого, когда мы закончили тейбл. Мы закончили... То есть это как бы первая колонка. Мы должны закрыть вот эту внешнюю табличку. Что мы делаем? Мы после тейбла добавляем... Точнее, не табличку, а внешнюю TD-шку получается. И мы закрываем TD-шку. Но при этом у нас будет следующая колонка. Мы TD-шку открываем. Вы поймете, когда я до конца доделаю эту первую колонку, вы поймете, наверное, более детально. Мне кажется, будет лучше понятно, как это вообще работает. Итак. Вставляем вторую такую же табличку. Здесь будет все то же самое. Тоже вертикал Лайн МИЛ. Тоже там МАКСВИСТ 270 и так далее. Те же паддинги. Абсолютно, в общем-то, все то же самое. Единственное, что у нас меняется внутри, это контент. Контент у нас будет другой. У нас здесь будет какой-то заголовок. Пусть это будет H2. Вот здесь в TD-шке мы создаем вместо AMG тег H2. Ставил марджин 0. Вот здесь мы укажем стайл паддинг. 0, 0 какой-то отступ. Пусть будет пока 10, 0. Я не знаю, какой там. Здесь у нас 16. То есть мы указали вот снизу у элементов. Повторяю еще раз, что это делается именно у TD. Вот. Именно у тега TD. Не у H2. Именно у TD. Текст берем loremipsum. Не будем его типографировать, потому что здесь всего два слова. Не думаю, что это нужно. И берем стиль этого текста непосредственно для элемента. Вставляем. И также лишнее все сейчас будем убирать. Хотя тут лишнего только цвета получается. Готово. Сделали. Теперь нам нужна следующая TR для того, чтобы сделать абзац. Делаем тег P. Здесь нам уже отступ не понадобится. Мы его удаляем. Берем этот текст. И типографию. Тоже не требует типографии. Ну ладно, хорошо. Так, style. Margin 0 опять же снова делаем. И сразу же берем стиль из макета. С помощью плагина точно так же берем, вставляем. Color нам опять же не нужен. Это все мы просто вставляем в строчку. Ну и готово, кажется. Сохраняем. Ну а еще, конечно, не до конца готово. Нам нужно закрыть вот эту вещь еще. После тейбла мы вставляем. И теперь мы закрываем не только TD, но и TR. Ну и table тоже. И вот сейчас вы, я думаю, поймете, что к чему, почему вы вообще так сделали. И как это выглядит вот в полном таком объеме. Итак, смотрите, как это работает. У нас есть таблица. У нее есть строка, как обычно, да? У нее есть TD-шка. В этой TD-шке мы создаем вот этот элемент. Раз. И TD-шка закрывается. Потом открываем новую TD-шку. Снова в ней какой-то элемент. TD-шка закрывается. Потом закрывается вся строка. Закрывается таблица. То есть мы, по сути, сделали что? По сути, мы сделали следующее. Мы сделали таблицу именно для Outlook-а. TR-ку, TD-шку. В ней будет table, вот этот наш, который мы создавали только что. Потом снова TD-шка. Тоже table. И TD-шка закрывается и так далее. Вот примерно так это будет выглядеть. Опять же, для чего это нужно? Потому что наш вот этот вариант с inline-блоком в Outlook-е не сработает. Он не будет работать. Потому что в Outlook-е нужна только табличная верстка. А, соответственно, вот этот момент, когда мы оборачиваем вот эти наши таблицы inline-блочные в обычную структуру таблицы, мы говорим, что вот у тебя ячейка 1, ячейка 2, а ячейки в таблицах по умолчанию располагаются в одну строку. Поэтому в Outlook-е будет работать вот эта вот структура таблички, а в ней в Outlook-е будет работать просто наши вот эти inline-блочные элементы. Вот примерно так это и работает. Сохраним. Посмотрим, как это сейчас у нас выглядит. Выглядит, в принципе, хорошо. Давайте посмотрим, будет ли у нас сейчас работать какой-то адаптив. Да, ну здесь не совсем по отступам хорошо. Это мы поправим попозже. Но смотрите, как это работает с точки зрения вот этого момента. Мы просто сжимаем, и в какой-то момент у нас автоматически перестраивается. Причем перестраивается ровно, потому что отступы, что здесь, что здесь, что здесь, они одинаковые. Вот в этом и была суть того, что я сделал, чтобы у нас были абсолютно одинаковые отступы со всех сторон. Поэтому мы и забрали вот здесь десятку, или один в данном случае, и так далее. Только для того, чтобы все это дело у нас правильно сработало и правильно совпало. Вот так. Вот. Примерно так это работает в колонках. Соответственно, если вы будете делать три колонки, точно так же все работает. Просто вы больше кода добавляете, и все. Вот. Итак, продолжим наш блок. Two column section. И продолжить его можно очень легко. Мы просто возьмем общую тверку, всю. Ставим сюда. Текст у нас не меняется. А вот это изображение меняется. Давайте мы его достанем, собственно, сразу, как и третье. Будет два. И это будет у нас изображение номер три. Есть. И, собственно, давайте их сразу сюда загрузим, в нашу mgbb. Так, загрузка завершена. Давайте перейдем к альбому. И загрузим в альбом вот эти еще два изображения. Они загружаются. Прямые ссылки. Мы их копируем. Давайте когда-нибудь пока в пустой файл ставим. И, собственно, вот здесь заменим. Вот так. Потом у нас здесь изображен, ну, какой-то смайл изображен, да. Поэтому смайл напишем. Текст такой же, опять же, да, насколько я понимаю. Да, текст никак не меняется. Хорошо. Значит, мы можем дублировать текст еще раз. Вставить. Потом забрать уже вот этот код. И вставить вот сюда. Отлично. И здесь у нас, ну, какой-то стрит-арт. Давайте я покажу вам макет. У меня просто макет, чтобы вы понимали, откуда я это вижу раньше вас. Я просто когда сворачиваю, у меня макет переезжает на другой монитор. И когда я его открываю, он остается на мониторе. Поэтому мне приходится вручную перекидывать его постоянно сюда. Ну, какой-то стрит-арт или что-то типа того. Давайте так и напишем. Стрит-арт. Вот. Сохраняем. И смотрим, что у нас происходит. Абсолютно следующее. Вот здесь отступы 24, потому что, опять же, 12 было здесь, 12 здесь. Поэтому мы создали вот такую общую структуру. При этом отступы везде сохраняются, везде все работает. Наши колонки готовы. Опять же, при сжатии они автоматически перестраиваются. Что, в общем-то, очень даже круто и очень даже удобно. Отлично. Мы, по сути, сделали самое сложное, что в этом письме было. Ну, есть еще кнопка, но это не так сложно. Ну, и, собственно, давайте продолжим с тем, что мы делаем следующие элементы, следующие блоки. Здесь у нас просто текстовый элемент. Что у нас будет здесь? Ну, мы, наверное, объединим все это в один блок. То есть вот это все будет одним блоком. Поэтому мы сейчас все это закроем. Давайте это назовем что-то типа text-section. Здесь сразу напишем end. text-section. И чтобы не брать вот этот большой код, я возьму лучше вот эту tr-ку, скопирую. Она поменьше. Ставлю. И вот здесь в табличке, табличку мы оставим, пусть будет. Она нам нужна. По сути, нам нужно стереть все, кроме вот этого. Вот эта тадажка нам пригодится. Align мы укажем здесь left. Это очень важно. Паддинги тоже нам нужны будут, но мы не знаем, какие пока что. И вот здесь будет класс также. Mobile call padding, чтобы это тоже убрать. Ну, внутри какой-то абзац. В абзаце мы сейчас напишем текст. Это можем, кстати, закрыть. Окей. Так. Идем в наше письмо в макете. Берем текст. Текст у нас представлен один абзацем, но мы его разделим на два. Ставим сюда. Заберем первый из них. И оттипографим. И вот, наконец-то, он добавил нам какие-то элементы. То есть это мы делаем не просто так. Ставим сюда. Потом мы не можем просто ставить пешку еще сюда вниз. Так не сработает. Нам нужно продублировать трку. Что мы и делаем. Дублируем ее. И, собственно, берем уже новый текст. Также вот типографим. И вставляем непосредственно вот сюда. Есть. Так. Вот так. Пока что должно быть. Да. Что касается партингов. Давайте посмотрим, что у нас здесь вообще за отступы. Как нам с ними работать. У нас отступы по рукам 39. Это мы знаем. Вот здесь отступ у нас должен быть 12. Потому что мы снизу у этого последнего элемента 12 уже сделали. То есть должно быть сверху 12. Снизу вот здесь. Сложно сказать, на самом деле. Но я предлагаю сделать общий 48. То есть, получается, здесь будет 24. Или хотя... Нет, давайте сделаем 24 просто общий отступ. То есть, снизу вот здесь мы сделаем 24. Сверху не будем делать вообще. И здесь вот снизу 24. Что это нам говорит? Мы сделаем отступ сверху 12, как я говорил. 39 пикселей. 24. 24. Пикселей. Здесь же мы сделаем сверху 0. По бокам также 39. Снизу 24 до кнопки. И здесь будет 39. Отлично. Смотрим. А, не смотрим. Давайте сначала стиле текста. Припишем, потом будем смотреть. Давайте, в принципе, вот так сделаем. Вставил. Margin 0. Вставим. И сразу же... Так. Как бы нам это дело корректно вот так, наверное, да? Перенести. Раз. И, собственно говоря, два. Вот. Готово. Теперь можем сохранить. Это можем закрыть. И смотрим на наше письмо. Да. Ну вот, наш текст. Все хорошо отображается. Все пареньги. Все соблюдено. Вот здесь, возможно, отступ слишком маленький. Но мне кажется, что он нормально, корректно смотрится. Особенно, если его коррелировать с этими отступами. Поэтому пусть остается. И дальше. Следующий момент. Это кнопка. Кнопки делаются у нас не просто так. А делаются таблицами. Давайте взявим TRTD. Укажем здесь align center. Потому что у нас по центру наша кнопка находится. Укажем какие-то паддинги. Пока что давайте поставим паддинг 0, 0, 0, 0. И укажем также сюда класс mobile call padding. Давайте сразу паддинги, собственно, и посмотрим, что у нас там вообще в Makiti. Так. Что у нас в Makiti? На самом деле у нас везде 0, кроме отступа снизу 24. Поэтому мы действительно выставляем 0 везде, кроме 24 пикселя снизу. И теперь мы делаем здесь непосредственно саму кнопку. Это требу. Table. Берем обязательно все в этой стиле. Точнее, точнее, атрибуты. Прошу прощения. Table. Указываем TR-ку. Указываем TD-шку. И в этой TD-шке снова будет у нас line center, чтобы все выровнять по центру. Опять же. Будет style для того, чтобы задать бэкграунд по макету какой-то. Вот это мы сделаем попозже. Ну и внутри будет наша ссылка. Ссылка, которую тоже будет вести куда-нибудь на я.ru. Target. Blank. Real. No. Пионер. Вот. И так же здесь будет какие-то стили. Пока не знаем какие. И, собственно, внутри у нас будет еще сам текст. Текст у нас dollar. No. Lore. Почему вообще так происходит? Почему мы делаем не просто ссылку, а вот это все? Просто потому, что нехорректно работают в отлуке паддинги, нехорректно работают какие-то там еще моменты. Бэкграунд иногда не работает. Иногда не работает дисплей правильно. И чтобы все это нивелировать, нам нужно использовать табличку. То есть, да, у нас основной ссылкой остается ссылка, но есть еще некая обертка вокруг, которая нам предоставляет дополнительные вещи. И здесь тоже важный нюанс в том, что не все, даже как бы мы не обходили, не все работает в отлуке. Например, сейчас мы будем писать сюда border radius, который в отлуке не работает и работать не будет. Это важно понимать и важно заказчику это намекнуть. Что, ну, просто не работает и никак не заработает. Не поддерживается никак вообще этот стиль. Так, мы берем бэкграунд и мы берем border radius. У нас он 50 пикселей. Возьмем border radius 50 пикселей. Я пишу его именно для TD. Обращаю ваше внимание. Но нам он понадобится не только для TD, естественно, а еще и сюда. Что мы пишем здесь? Мы пишем здесь, в принципе, то же самое дублируем. Также сюда рекомендуется задать border. Один пиксель solid и, допустим, такого же цвета. Это история больше для доступности, потому что некоторые клиенты, когда вы откроете письмо, даже если вы там подготовили или не подготовили мобильную, точнее, не мобильную, а темную тему письма, это не важно, что бы вы ни делали, у вас все равно может инвертироваться цвет письма. То есть белое станет черным и так далее. И чтобы кнопка ваша была видна в любом случае, даже чтобы там не нивелировалась, чтобы там не инвентировалась, border вам поможет, чтобы просто визуально выделить вашу кнопку. Поэтому обязательно нужно это оставлять. Вот. Ну и что нам остается? Нам остается, по сути, стиле текста, да, здесь забрать, я так понимаю. Давайте это сделаем. Вставим сюда. Нам нужен font-size обязательно, нам нужен light-hit, нам нужен color. Естественно, все это нам нужно. И нам сюда еще пригодится что? Нам пригодится явно text-decoration none, display-inline-blog. Что еще? Получается... А, ну и, наверное, text-line-store пусть будет. Да, и паддинги, конечно же. Паддинги у нас тоже в макете есть. 10 пикселей, 40 пикселей. Давайте их мы и заберем и вставим прямо сюда. Вот так вот, таким вот сложным способом делается кнопка. Давайте посмотрим, как она выглядит вообще. И да, она выглядит как нужно. Ну и надо понимать, что опять же в отлоге бордо-радиусов не будет. Но здесь она выглядит хорошо, здесь мы сделали нашу работу правильно и корректно. Отлично. Готово. И остается, на самом деле, не так много. Мы сделаем большую, большую просто вот эту вот секцию, которая будет содержать в себе картинку, текст и вот этот текст. А это будет последняя секция. Итак, давайте приступать. Мы возьмем трерку. Это у нас был text-section. Давайте назовем это как-нибудь иначе. Ну, не знаю, text with image section. И здесь будет text with image section. Хорошо. Так, давайте удалим все, что касается TRK и новое создадим просто TRTD. Здесь все как обычно, ничего не меняется. И по сути, что у нас будет? У нас будет непосредственно здесь какое-то, ну, какое-то изображение. Давайте укажем здесь align left. Нам придется стайл для паддингов. Укажем паддинг пока вот так. И, опять же, класс mobile callpack. Вот. И здесь мы укажем что? Мы укажем img. Обязательно, опять же, напоминаю, слэш. Какое-то буддоизображение будет. Что у нас там в самом картинке? Ну, какой-то телефон. Да, будем прям указывать явно фон. Хорошо. У img, напоминаю, нужно сделать border 0 обязательно и указать ширину. Ширина у нас 523 пикселя. Здесь также, вроде бы у меня класс, давайте проверим. Да, есть класс, который называется full width. Он нужен для того, чтобы, когда мы задаем явно вот большую ширину изображению и при сжатии оно, естественно, не будет сжиматься, потому что у нее заданная ширина. Чтобы это нивелировать, мы должны указать сюда класс full width. Просто на определенной ширине наше изображение начнет сжиматься, потому что у него будет прописано 100%. Вот. Это тоже важный момент. Хорошо. Берем наше изображение, достаем, в принципе, последнее изображение. Пусть это будет 4. Идем в mgbb, идем в вайбом, загрузить вайбом, четверочку загружаем. Берем прямую ссылку обязательно и, собственно, наше изображение на месте. Сохраняем. Только у нас еще нет паддингов. Давайте паддинги подсмотрим. Ну, здесь на самом деле, что у нас будет? 39 по бокам и снизу вот это 24. В принципе, ничего больше. Поэтому 0, 39 пикселей, 24 пикселя, 39 пикселей. Сохраняем. И, собственно, вот наше изображение. Все хорошо корректно отображается. Вот тут на месте. Здесь тоже вот тут на месте вот кнопки. В общем-то, все хорошо. Здорово. Идем дальше. Идем дальше. Нам нужна новая TRK, новая TD-шка. И внутри P. Можно, соответственно, для абзаца. Также укажем здесь line left. Также укажем здесь какой-то style. Да-да-да. Style с паддингами. И укажем обязательно здесь класс mobile call padding. Есть. Идем в текст. Точнее, в макет, чтобы взять этот текст. Это у нас один большой абзац. Точнее, он разделен на два, но мы так на два и поделим. Возьмем. Все оттепографим сейчас в общем. Разберем. Ставим куда-нибудь в пустой элемент, опять же, да. Ну, в пустой файл. И вот сюда вставим по частям уже. Вот. Здесь важно, что мы должны соблюсти непосредственно ссылки. Да, это очень важно. Поэтому здесь нам нужно будет найти, где они вообще находятся. Давайте откроем макет. На вот этих словах aliquam vulputate. Вот, собственно, это место. Давайте создадим ссылки. Обязательно. Не забываем. Все нужны атрибуты. Здесь будет я.ру. Здесь будет target blank real no opener. И нужен обязательно style, потому что нам нужно перепределить текст декорейшн на underline. Потому что у нас по умолчанию нан стоит. И цвет из макета взять. Цвет из макета у нас вот такой. Мы его вставляем вот сюда. Вот. Первая ссылка есть. И вторая ссылка. Давайте возьмем вот этот начальный дек. Это у нас будет molis eked от nulla. В самом конце. Вот он. Вставляем сюда. И вот здесь тег a мы закрываем. Готово. Ссылки на месте. Здорово. Так. Нам нужно будет паддинги. Опять же. Повторимся. Ну что здесь. Наверное паддинг снизу 24 просто мы сделаем. Опять же. Ну здесь вот этот паддинг 24. Здесь по бокам 39. Сверху нам уже не нужен. Поэтому мы делаем паддинг 0. 39 пикселей. 24 пикселя. 39 пикселей. Вот так. Да. Ну и сами стили, конечно, для текста нас тоже интересует. Margin 0. Обязательно. И давайте посмотрим, что у нас тут. Вот эти стили нам нужны. Мы их вставляем и вправим. Вот. Отлично. Готово. Ну и по сути что? Мы должны продублировать TR-ку. Вставить ее сюда. И просто в этой пэшке заменить текст на вот этот. Ну а здесь мы поступим проще. Мы просто добавим сюда BR. Это не запрещено, а очень даже разрешено в письмах. Поэтому просто сделаем BR, чтобы текст переносился. Единственное, что отступ... А, ну да. Тут, наверное, 24 нам тоже пригодится. Давайте посмотрим. Да. Да. Тут 24 и есть. Отлично. Смотрим. Да. Все выглядит ну почти так, как нужно. Как будто бы у нас шрифт у... Да. Шрифт вот здесь другой. Размер шрифта. Давайте мы это дело исправим. Нам нужно, чтобы у нас вот эти стили были текста. У ссылок. Давайте мы просто это ну прям явно и зададим. Сохраним. И вот теперь да. Это выглядит уже гораздо лучше. Отлично. Это готово. Это готово. Но и остался последний элемент. Это мы сделаем отдельным элементом, как я уже говорил. То есть возьмем отдельный блок. Так. Это будет отдельный блок. Давайте удалим все лишнее. Это будет у нас end section. И в конце будет написано end end section. Да. Ничего страшного. Внутри будет trk, td-шка. Ну и в td-шке будет абзац обычный самый. Да. В котором соответственно мы укажем вот этот текст. All right resort и все дела. Это все. Вот. Ну и здесь style margin 0. Нам нужен будет или не нужен padding. Нет, не нужен наверное, потому что у нас уже есть style. Мы покажем здесь align center, чтобы было все по центру. Точнее не style, извиняюсь, а явно align center. Так, это мы указали. Нет, padding нам все-таки будет нужен. Мы наверное зададим его прямо сюда, да? Зададим его как padding 0.0 Снизу там какой-то отступ 20 пикселей 20 пикселей 0. Вот так. Есть. Так, это мы указали. Остается стиль текста указать. Да. Вот они. Давайте мы их заберем. Вставим вот сюда. Удалим вот это ненужное. Оставим только нужное. Сохраним. И глянем. Вот там наш маленький текст, который указал, что все права защищены, все дела. Ну, в общем-то, вот так это и работает. Ну что ж, кажется, что все. Мы закончили наше письмецо. Оно довольно простое, но, опять же, я и не пытался сделать что-то сложное, чтобы просто показать общую какую-то вещь и структуру. Давайте посмотрим, как это выглядит с точки зрения мобильной версии. Не очень, потому что под ней пропадают. Сейчас мы это поправим. Ну, просто давайте посмотрим вот на ширине, ниже 600. Что происходит? Бам! Отступы у нас становятся нулевыми, да? Нас это не очень-то устраивает. Нулевые нам ну, не очень, скажем так, подходят, да? Поэтому давайте, наверное, для мобайл-клопадинга мы изменим стиль. У нас здесь было по нулю, мы поставим 10. Таким образом, отступы у нас теперь есть. Вот они. Небольшие, но есть. Нам этого достаточно. Сжимаем. Все сжимается спокойненько. В какой-то момент здесь у нас перестроилось и стало на 100%, да? То есть с ширины 3199 у нас стало на 100%. Бам! И все. Вот наше письмо отлично адаптируется вообще без проблем. Единственное, что мы можем вот здесь поправить, это то, что у нас вот здесь отступ получается 11, да? Здесь и по бокам еще десяточки, то есть 21. Получается, что можем это уменьшить на самом деле. Так, давайте найдем. Мобайл-клопадинг 2-колумнс. Да, то есть мы можем сделать что? Мы можем сделать вот здесь. 2-колумнс мобайл-клопадинг. Padding left 0. Обязательно important. Это очень важно, то есть это не ошибка. Вы никак не переопределите стили в атрибутах, если не укажете important. Поэтому это важно. Вот. И тем самым мы уравниваем отступы везде по всему письму. Везде будет отступ одинаковый. Вот, собственно, так это и выглядит. Еще давайте поэкспериментируем с темной темой. В ней будет проблема явная. Я ее сразу вижу, но попробуем просто ее включить. Включаем здесь и включаем вот эти стили здесь. По сути, вот здесь в этих стилях что происходит? Мы просто явно говорим, что для тейбла и тдшек мы сделаем темный цвет, а для стили текста мы сделаем светлый. То есть просто мы инвертируем в данном случае. Но как это работает? Работает это в принципе окей. Единственное, есть нюансы с картинками. Вы видите, что они немножко у нас тут с проблемами. И логотип. Как работать с логотипом? На самом деле никак. То есть это нужно дизайнер, чтобы заранее придумывал так, чтобы логотип и там, и там смотрелся адекватно. То есть и в темной, и в светлой теме. По другому никак. Здесь мы можем, конечно, все стили ссылок поменять. То есть можем сюда указать тег А. По идее вниз. Вот они станут белыми. Мы здесь можем поменять тоже на какой-то цвет, но это уже нюансы. Ну то есть сделать темную тему довольно легко. Просто стиль мы здесь указывать, какие вам нужны. Я, пожалуй, это скрою, потому что все-таки мне кажется, что нам это сейчас ни к чему. Вернем обратно белый вид. И, в общем-то, вот наш белый вид. Окей. И последнее, что мы должны сделать, это, конечно, письмецо проверить. Вообще оно работает, отображается, или как, что с ним сделать. Это можно сделать двумя способами. Первый платный. Платный я разбираю на курсе, но там мы, опять же, бесплатно им пользуемся, так скажем, обходим систему. Вот. Есть вариант бесплатный, называется он PutsMail. PutsMail вы заходите сюда, опять же, входите в аккаунт и нажимаете New Test. Что здесь нужно сделать? Здесь есть непосредственно, получается, вы вводите сюда адреса, на который вы хотите все что-то отправить. Здесь вводите какую-то, какую-то тему письма. Сюда вставляете код вашего письма и обязательно сюда вставляете MoveMySssOnline, чтобы сделать вот эти стили, вот эти стили, сделать онлайн. скопируем код. Я здесь, пожалуй, укажу следующую почту, потому что она у меня подключена к Outlook, просто-напросто. Это очень удобно. Укажем здесь Test Letter, хотя лучше всего, конечно, слово Test не писать, в Subject иногда не пропускает, но лучше в данном случае мы напишем. вставляем код MoveMySssOnline, я не робот обязательно указываю, и нажимаем Send Email. И сейчас Outlook мне надо будет открыть. Письмецо должно прилететь. Сейчас, когда оно прилетит, я вам его покажу, просто чтобы, ну, я не могу показывать вам, как это, свою рабочую почту. Итак, смотрите, вот как выглядит письмо по умолчанию, когда оно пришло. Как я говорил, оно у нас не показывает картинки по умолчанию, поэтому нужно написать, здесь нажать и нажать скачать картинки. Картинки появляются. Как видите, произошло то, о чем я говорил, письмо инвертировалось. Инвертировалось полностью, в этом и проблема. Ну, в общем-то, как? Проблемы-то нет на самом деле, все выглядит хорошо, кроме логотипа. Все окей, письмо просматривается, письмо не сломано. Единственный нюанс, который у нас здесь не очень хорошо выглядит, это кнопка. И кнопку можно поправить одним простым способом. то есть, что здесь не так с кнопкой, это вот эти отступы, они слишком маленькие. Можно поправить эти отступы, просто задав паддинг. Точнее, не просто задав паддинг, а просто задав отступы. Вы сейчас поймете. Давайте найдем этот момент. Вот он, да? Дайте, у нас паддинки по 40, мы сделаем здесь их по 20 и укажем просто здесь отступы или так называемые пробелы. НПСП указываем и вот здесь тоже 2. Сохраняем. То есть, по сути, мы сделали просто дополнительные пробелы и это нам поможет сделать нашу кнопку. Как видите, бордер радиус не работает. Опять же, это нормально, ничего с этим не сделаете, но работает все остальное. То, что здесь появились какие-то вот эти вот полосочки, ничего страшного, это просто, наверное, бак самого отлука, с этим ничего страшного. Ну и что можно сказать? Можно сказать только то, что если это письмо хорошо, правильно открылось в Outlook, то оно идеально откроется и в других клиентах. Давайте попробуем просто еще раз переотправить и откроем это все, например, в том же Gmail. Давайте добавим эту почту, добавим мою Gmail-овскую почту. Давайте добавим вот так, потом возьмем наш новый код, уже обновленный. Так, ставим в массе SS-online, я не робот и send email. Так, и давайте я тоже на втором экранчике открою письмо и вам покажу. Вот оно. Да. Да, и вот смотрите, как это выглядит в, скажем так, нормальном почтовом клиенте, который большинство фич поддерживает. Идеально выглядит письмо вообще без каких-либо отличия от макета. Отличное выглядит письмо, все по колоночкам, все работает, то есть здесь все очень даже хорошо. Что касается Outlook и обновленного письма, давайте скачаем изображение. Видите, теперь насколько стало длиннее, в принципе, как и на макете есть. Опять же, единственный момент это то, что у нас здесь не сделать никак борд-разиусы, об этом я уже говорил. Но тоже письмо отображается отлично, в принципе, никаких претензий к нему у меня нет. Вот как-то так. Такое вот получилось письмецо. Надеюсь, это видео вам было полезно. Готовый код вы сможете получить по подписке на Boosty. Если какие-то будут вопросы по этому уроку, смело задавайте в комментариях, я на все обычно отвечаю. Только старайтесь задавать не мета-вопросы, то есть почему не работает, а старайтесь прикладывать код, какие-то ссылки и так далее. Если не получается задать в комментариях, опять же, повторюсь, обращайтесь, пожалуйста, в Telegram-чат, Telegram-сообщество, там вы можете меня тыгнуть, я смогу тоже посмотреть, что-то вам подсказать, ответить и так далее. Поэтому обязательно тоже туда подписывайтесь. Ну и те ресурсы, которые я уже назвал вам, то есть ВК-видео и платформа, тоже подписывайтесь, потому что неизвестно, что будет с Ютубом в будущем. Возможно, он просто в какой-то момент закроется и проще будет перейти на эти площадки. Еще раз всем спасибо, всем до скорого и всем пока.